МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоговая программа «Автопатруль» круглосуточно. Мои коллеги следят за всеми криминальными новостями в Крае и оперативно выезжают на места происшествий. Сейчас сразу предлагаю посмотреть статистику ЧП. За минувшую неделю цифры такие. Сводка ГИБДД Края. ДТП 630. Пострадали 69 человек. Погибли 8. Пожаров было, информирует МЧС 49. Но на этой неделе никто не погиб и не пострадал в огне. Даже наоборот, пожарные спасли восьмерых. И подробнее к происшествиям. В Владивостоке двое мужчин избили таксиста и угнали его машину. В итоге справиться с управлением не смогли. В ДТП автомобиль сгорел. А еще один горе-водитель устроил массовую аварию на Маковского. Уходя от погони инспекторов ГАИ, он влетел в леера. А за ним еще четыре машины. И двое пьяных парней устроили разборки с полицейскими. При проверке такси, в котором они ехали, ребята с сотрудниками начали вести себя не совсем адекватно. На деле оказалось, что у них при себе, возможно, запрещенные препараты. И подробности дальше. У кого-то выдалась крайне веселая ночка. Как говорится, не умеешь пить, сиди дома. Утром в районе Дальхимпрома двое мужчин возвращались от друзей. Хорошо покутили, отдохнули. Пора и честь знать. Шатаясь, они дошли до припаркованного такси и попытались залезть в автомобиль. Девиантное поведение мужчин сразу привлекло внимание проезжающих мимо сотрудников ГИБДД. Полицейские остановили нарушителей и обыскали. Но товарищи по бутылке так и не поняли, за что были задержаны. Я ехал на такси с тихой дочеркина. И меня тормозил ДПС. Оттуда вы были эти многоуважаемые доспехи, блин. Наверное, он хотел сказать рыцари. Но алкоголь достаточно сильно ударил в голову. И все, что смог извергнуть из себя мужчина, звучит не так благородно. Сотрудникам пришлось пристегнуть Олега к столбу наручниками. Кто знает, какие пюроэты он может вытворить. Интеллигент Олег искренне неудоумевает, по какой причине он вынужден подпирать столб. Что ты от меня хочешь? Ну, ты меня тут держишь. Пожалуйста. А? Объясни мне. ДПС. Буквально через минуту у мужчин случается эмоциональный подрыв. Олег, поверив в себя и собрав всю волю в кулак, из последних сил выдает. ДПС. Его собутыльник ведет себя гораздо сдержаннее, хотя у второго и нашли пакет с интересным содержимым. Он держится достаточно адекватно в присутствии сотрудников и сообщает, что задержали его исключительно за сопротивление органам полиции. Трезветь мужчины будут уже в отделе полиции за решеткой. А выдержке и терпению сотрудников можно только позавидовать. ДПС. Не успели полицейские выйти из авто, как на закрытом повороте начали сталкиваться автомобили. Всего четыре. Хонда Фит, Тойота Королла, Ниссан Ноут и микроавтобус Тойота Хайз. Выпиши водитель. Вот сидит в автомобиле. Ну и из-за него, из-за той аварии, девушка нас, получается, догнула. Уже по прямой спускались вниз. И, получается, вот приехала. Сейчас сотрудникам полиции предстоит уточнить два момента. Действительно ли водитель Фита находится в состоянии алкогольного опьянения, для этого его доставят к наркологу. И второе. Будет ли водитель Фита нести ответственность за все столкновения, что спровоцировал, хоть и косвенно, его поступок. Все машины с места ДТП, скорее всего, уедут своим ходом. Кроме голубого Фита, он отправится на штрафстоянку. А вот белый Фит, хоть и получил внушительные вмятины, по словам водителя, до места ремонта доскрепит самостоятельно. Возгорание машины произошло в темное время суток в районе авторынка «Зеленый угол». Эти кадры нам прислали очевидцы. Прохожие говорят, что за рулем авто был мужчина. На большой скорости он ехал с Нейбута в сторону Адмирала Юмашева. В районе «Зеленого угла» Ниссан занесло. Не справился с управлением, ударился, оборудовался. Машина задымилась, он выходит. Есть предположение, что водитель Ниссан Ноут бросил машину не просто так. Во-первых, был пьян. Вторая причина гораздо криминальнее. Пассажиры не хотели платить водителю. Что сделали? Ну, побили. Водителя? Да, и забрали машину. Реальный таксист уже бывшего автомобиля Ниссан Ноут рассказывает, что ему сегодня ужасно не повезло. Арендовал авто для подработки в такси. Набаляева посадил в салон двух пассажиров. На вид оба русские, около 25 лет. И оба якобы пьяны. Вез двух пассажиров. Ну, вот на 10, там и второй адрес был. Ну, по окончанию, когда вез пассажир, ну, не то, что не заплатил. Не доплатил. И помимо этого начал накидываться, угрожать. Ну, я вышел с машины, потому что уже он дверь разбил, и меня чуть не из машины сам насильно не выкинул. Начали с ним драться. Во время драки Дмитрий смог побороть одного из нападавших, но второй успел сесть за руль автомобиля и скрыться с Ватукину в сторону Нейбута. Прохожие, увидев драку, вызвали полицейских. Те примчались и заковали нетрезвого мужчину в наручники. Сотрудники полиции разыскивают мужчину, угнавшего машину у таксиста. Как только найдут, горе гонщика доставят в отделение для дальнейшего разбирательства. Так что вместо 50 рублей, которые они и его друг могли бы доплатить извозчику, скорее всего, ему придется раскошелиться на сумму порядка 300 тысяч рублей. Расплачиваться он будет с арендодателем сгоревшей машины, так как Ниссан Ноут пожарным не удалось спасти. Автомобиль выгорел практически полностью. Как объяснил водитель такси, он лишь хотел продвинуться к впереди стоящему авто и не увидел вагон. В момент аварии в салоне, по словам водителя Приуса, пассажиров не было. Прибывшая скоро осмотрела водителя и прописала ему покой и релаксирующую музыку. По европротоколу участникам ДТП разойтись, увы, не получится. Приус пострадал серьезно. Оживленная загородная трасса автолюбители меняют место дислокации с городской на дачную и часто в предвкушении хорошего отдыха теряют водительность. По артемовской трассе водитель Тойоты Аксио направляется домой. Из-за лопнувшего колеса легковушка улетает в леера, лишившись полностью своего лица. Через 20 минут по той же траектории двигается рулевой Тойоты Хайс. Не сумев объехать седан, водитель Хайса врезается в заднюю часть своего японского собрата и спровоцировал еще одно столкновение с пассажирским автобусом по маршруту номер 506 «Владивосток. Находка». По словам очевидцев, за рулем Хайса сидел мужчина с серьезными физическими отклонениями. Пассажиров пересадили в другой автобус, они продолжают движение. И все-таки доедут до дома целыми и невредимыми. Пострадавший мужчина на легковом Аксио не кинул своего железного друга и от госпитализации отказался. Дожидается эвакуатор, чтобы отправить автомобиль на покой. Все-таки помощь его автомобилю требуется больше, чем ему самому. Водитель Хайса в автомобиле у сотрудников ДПС уже пишет сочинение на тему, как я прощел тот момент. А на трассе в результате аварии образовалась внушительная пробка. Полицейские трудятся на выезде с Русского моста, точнее на улице Бархатная. Разбираются в обстоятельствах происшествия. Выясняют, что в ДТП принимали участие три машины. Ниссан Стейджи, Тойота Креста, а также Тойота Ариста. Инспектор беседует с водителями разбитых транспортных средств, но ничего вразумительного от них добиться не могут. Парень, по всей видимости, друг одного из троих участников этого ДТП, предполагает, что кашу заварила Тойота Креста. Машины двигались с острова Русский, все три выехали с Русского моста на Бархатную, и тут Креста поскользнулась на сухом асфальте. Подскользнулась на чем-то? Мы ехали, ехали. На чем поскользнулась? На асфальт. И что дальше? Ну и что, он покидал ее, ни рожи, ни жжу. Участник ДТП, водитель Ниссан Стейджи, выдвигает свою версию случившегося. Доехали на дачу. Ехали на дачу. Лисы перебегали дорогу, и что-то пошло не так. Полицейские рассказали, что этих так называемых гонщиков дорожные инспекторы заметили на острове Русский, а в районе поворота на Океанариум. Стражи правопорядка тактично попросили любителей быстрой езды убраться во своясе. Ночные гонщики прислушались к инспекторам и помчались прочь с русского острова. Съехали с моста и на Бархатной попали в аварию. В какой очередности и вообще как сейчас пытаются решить сотрудники госавтоинспекции? Вероятно, Тойота Креста и Ниссан зацепили друг друга еще до этого места ДТП, где сейчас стоят машины. Далее Креста, ударившись об леера, влетела в задний бампер двигающейся Тойоте Аристе, а потом только замерла, аккуратно встав по направлению к русскому мосту. Леерам повезло, они не повредились, а вот машина явно потеряла ход. Восстановлению вряд ли подлежит. Уедет с места аварии лишь в кузове эвакуатора. Ниссан и Ариста не обездвижены, как только дорожные инспекторы зарисуют аварию, а штрафуют нарушителя ПДД, машины уедут с места ДТП своим ходом. Водитель Микрика вспоминает, что ехал домой по Адмиралу Горшкова, двигался по правому ряду, ничего не предвещало беды. Включается зеленый, еду дальше. Из-за второго ряда между машиной выскакивает женщина. Я ее не вижу. И на мой автобусе попадается. Торможу, не успеваю тормозить совершенно практически. Ее отбрасываю, все, вызываем скорую помощь. Говорит, что еще до приезда скорой достал из салона автоаптечку, помог женщине вытереть рассеченный в кровь лоб. Затем приехали медики и увезли пострадавшую в больницу. Водитель остался на месте, стал дожидаться прибытия наряда ДПС. Те примчались незамедлительно. Приступили к оформлению учетного дорожно-транспортного происшествия. Хозяин Ванет предоставит не одно короткое кино, а целых два. Сначала покажет запись с видеорегистратора, установленного в его авто. А затем стражи правопорядка посмотрят запись с регистратора внедорожника, который двигался по левому ряду, в то время как микрик шел по правому. Рулевой микрика признается, что крутит баранку автомобиля с 1982 года. Никогда не сбивал пешеходов. Но место заколдованное. Говорят местные жители, до зебры пешеходы принципиально не доходят. Не исключено, что женщина, разбившая своим телом лобовое стекло микроавтобуса Ниссан Ванет, переходила дорогу именно так, как этот мужчина. Итог печальный. Пешеход на больничной койке, а водителю Ванет предстоит поездка в КНД, а затем беседа в отделе полиции. В Приморском крае проснулись змеи. В Владивостоке на Кирово Амурский полос выполз к людям. Подробнее позже, не переключайтесь. Продолжение следует...